Всем привет! С вами снова не первый, но и не последний московский видеоблогер. И сегодня на улице 21 ноября 2017 год. Ребята, сегодня на улице очень и очень противная погода. Сегодня целый день было на улице пасмурно и целый день всю ночь шел снег. Но не скользко. Ходить еще можно в кроссовочках. На асфальте снега практически нет, а вот на траве уже небольшой снежок есть. И несмотря ни на что, я все равно взял себя в руки, собрался, обулся, оделся и поехал за покупочками в магазин Билла. И я уже только что приехал оттуда. И сейчас хочу я с вами поделиться своими покупочками, которые я там только что в Билле совершил. Ребята, мне сегодня там нужно было в Билле купить сахар, сахарный песок. В каталоге я его видел. Он нарисованный как у типа развесной. И цена за 900 грамм составляла в каталоге 25 рублей 90 копеечек. Это 900 граммов. Я такой сегодня в Биллу приезжаю, ищу этот сахар, потому что сахарный песок дешево очень, да, 25-90. Но его я нифига не нашел. Вот. Ходил, искал, искал. Ну нету. Думаю, блин, неужели опять разобрали. Потом смотрю, какой-то сахарный песок стоит. Но там уже вес 1 килограмм. Он вот в таких вот картонных пачках. И цена уже за килограмм составляла 28,90. Это где-то на 2 рубля дороже. И я думаю, блин, а мне-то все-таки хочется еще дешевле взять. Не за 28,90, а как в каталоге за 25,90. Но хорошо подошла, шла мне навстречу пожилая женщина, такая солидная, грамотная, рассудительная, подошла ко мне. И тоже интересовалась она сахарным песком. Видит, я стою, думаю. И она подошла, тоже стоит и думает. Ну, а я ей говорю, а вот женщина, сахар-то был, сахарный песок, по 25,90. Что, его разобрали, что ли? Она говорит, не знаю, может быть, и разобрали. Но, молодой человек, берите лучше этот, потому что этот выгоднее. Сами посчитайте. Там 900 грамм, 25,90, а этот 28,90 целый килограмм. То есть на 100 грамм больше. Это выходит 100 грамм 2 рубля за сахарного песка. А килограмм вообще выходит 20 рублей, если так вот считать, грубо говоря. Так я сразу же не раздумываю, взял этот вот сахар, который у них в магазине. Цена за 1 килограмм за 1 пачку составляет 28,90. И еще плюс с этой пачки скидка Биллу сделала. Это называется, включая скидку, акция дня, где-то 3 рубля. Вот. И я не раздумывая взял этот сахар. Вот, посмотрите, пожалуйста. Сейчас я вам покажу поближе. Так, продимекс, сахар белый. Здесь 1 килограмм, как вы видите. Это очень и очень радует. Так, продимекс, Россия. Так, пример использования сахара белого кристаллического. Вот что можно с ним делать. И варенье можно делать, и пирожки печь. И вот там тортики всякие выпекают. Ну, все, что угодно. Вот здесь даже нарисовано. Так, и знаете, где вы сделали-то хоть? Номинальная масса 1 килограмм. Сейчас скажу. Сегодня на улице очень пасмурно, поэтому вы ничего не увидите. Хотя это вам не обязательно видеть. Я вам лучше так скажу. Значит, изготовитель. ОАО «Евань». Калиновский сахарный завод. Что радует, это Россия. Наш. Воронежская область. Новохоперский район. Так, РП «Евань». Дефикс «Калиновский». Проезд «Кольцово». Дом 1. Так, срок годности 4 года. Видите, как долго он может лежать. А на самом деле он может еще больше лежать. В два раза. С даты фасования. Сахар белый. Кристаллический. Категории ТС-2. Происхождение по виду сырья. Свекловичный. Отлично. Значит, натуральный. Так, дата фасовки и год изготовления. Смотрите на маркировки. Так, давайте посмотрим, когда его сделали. Здесь очень плохо видно, но я вам прочитаю. 20 октября 2017 года. То есть только что. Очень свежий. А годен до... А, ну он годен в течение 4 лет. Так, вот. И потому что на него цена была сегодня такая. Уникальная, глобальная. И я купил таких целых 5 пачек. Вы представляете? Вот, смотрите. Раз пачка. Так, раз пачка. Два пачка. Так что завидуйте, хейтеры. Так, вот. Три пачка. Уже даже не влезает в камеру. Вот, четыре пачка. И вот пять пачек. Вот. Сейчас я вам покажу, если не верите. Видите, да? Пять пачек я взял. Вот. Раз пачка. Два пачка. Три пачка. Четыре пачка. Пять пачек. Вот такой вот замечательный сахарный песок. Теперь мне хватит на очень и очень долго. Да я бы мог вообще пачек 20 взять, но тяжело очень нести. Вот, видите, да? Пять пачек. Очень я доволен. Такой где вы еще купите? В деревне такой не купите. Там рублей, наверное, минимум 60 за килограмм. А это в пачечках, в картонах таких. Все чистенько, красивенько. Так, дальше. Убираем пока его в сторону. Так, убираем его пока в сторону. Чтобы он нам больше и больше не мешался. И там же в Билле я сегодня, ребята, купил вот такую вот замечательную, хорошую халву. На нее была сегодня тоже глобальная акция. Халва это была от фирмы Тимоша. Там была, если мне память не изменяет, двух видов. А с арахисом, то есть с орешками, и с изюмом. Но с изюмом она была как бы у них немножко в стороне, типа как спрятана. А с арахисом очень много лежало. А я не люблю с арахисом. Хоть это и полезно, да, полезно. Но я им плююсь. Я все время это вынимаю и арахис это выкидываю. Но иногда, правда, это ем. Но не хочу свои зубы травмировать. Поэтому не люблю я эти орехи. Не знаю. А дробить мне не хочется. И поэтому я очень обрадовался, когда увидел, что там лежит халва еще с изюмом подсолнечным. И вот я сразу же не раздумывая купил. Вот посмотрите, какая красота, ребята. Это очень хорошая, известная, вкусная фирма. Тимоша называется. Халва подсолнечная с изюмом. В этой пачке 250 граммов. Сделали ее 6 октября 2017 года. А годна она до 6 июня 2018 года. Так, подсолнечная, значит, вот. Изготовитель пищевой комбинат Азовский. Ну, отлично. Азовская халва, как вы знаете, всегда очень и очень хорошая. Это не реклама, это просто мое сугубо личное мнение. Российская Федерация, Ростовская область, город Азов. Отлично. Так, вот. Продукт может содержать следы арахиса, кунжута, молока сухого цельного и сульфитов. Ну, все. Вот такая вот красивая вещица. И вот поэтому я, не раздумывая, купил целых две пачки. Вот, как вы видите, да? Очень свежая. Ой, а мягкая-то какая, е-мое, мягкая. И цена вот за эту пачку по акции, за эту халву замечательную составляет в Биле сегодня 29 рублей 90 копеечек. И, а так она стоила очень и очень дорого. Так, включая скидку, сниженная цена 12 рублей ровно. То есть, она где-то 40 с чем-то рублей стоила. Где-то 42 рубля. Видите, как дорого? А сейчас всего лишь 29.90. Вот. Вот такая вот красота. Так, ну все, ребята. В принципе, на этом все. Итого, я сегодня в магазине Билова, вот это мне по вкусу, потратил итоговую, под итоговую сумму моих покупок, которая составила к оплате, 204 рубля 30 копеечек. Так, наличными я дал 250 рублей ровно, а сдачу мне дали 45 рублей 70 копеечек. Так, ну вот такие у меня сегодня, ребята, были покупочки. А я с вами не прощаюсь, а говорю вам всего доброго и хорошего вам настроения, хорошего вам дня. Все, не забывайте подписываться на мой канал, не забывайте ставить пальчики кверху и не забывайте про колокольчик. Все, пока, пока, пока.